Добрый день, уважаемые зрители Сеополь ТВ. С вами снова ЛП-генератор, меня зовут Баженов Даниил. Мы продолжаем наш цикл мастер-классов о лидогенерации для малого и среднего бизнеса, для тех, кто хочет получать измеримые, простые и понятные инструменты для получения клиентов. На прошлом мастер-классе мы поговорили о том, какая есть ситуация на данный момент, кто-то узнал себя в той маленькой истории, которую я рассказал, и задали вектор, как правильно и как эффективно можно получать клиента. Сегодня мы поговорим более подробно о том, что такое целевая страница, и вы уже сейчас видите два прекрасных примера целевой страницы и по товару, и по услуге. И сегодня мы разберем стратегии лидогенерации, каким образом вы можете получать клиента с помощью целевой страницы, какие каналы трафика вы можете использовать и насколько это эффективно. Итак, давайте начнем. Как вы видите, перед вами сейчас две целевые страницы. Одна зелененькая, красивая, на которой вы можете увидеть следующий заголовок «Натуральный мед от производителя по оптовым ценам». И слева страничка, или точнее у вас, наверное, справа. Вот, страничка предлагает купить автомобиль в кредит. Соответственно, одна страница по услугам, вторая страница по товару, по определенному. Это к вопросу о том, для всего ли работает лидогенерация, для всего ли подходит целевая страница. Я слышал много отзывов, что вот я сделал целевую страницу, а у меня очень маленькая конверсия, у меня не покупают. И поэтому маленькая вводная о том, насколько хорошо будет работать целевая страница в той или иной отрасли. Скажем так, нет рецепта идеальной целевой страницы, куда можно разместить любой товар или услугу, которая будет приносить заявки, которая будет хорошо конвертировать. Поэтому, если вы сделали где-то или самостоятельно целевую страницу, запустили туда, как вам показалось, целевой трафик, того не стоит огорчаться, если результаты заставляют себя ждать. Если вы получили аж 200 кликов и ни одной заявки, учтите сразу некоторые цифры, которые вам нужно знать. Судить о том, насколько хорошо работает ваша целевая страница или плохо она работает, можно только после хотя бы 100 конвертаций, то есть 100 оставленных заявок, ну или хотя бы 1000 кликов. По срокам это может растянуться на 2 недели, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, в зависимости от того, насколько вы много генерируете трафика на вашу страницу. Но истина в одном, если у вас 200 кликов, 2 лида, 2 заявки, не стоит бить себя в грудь, что все, я раскусил этот орех, я знаю, что это не работает. Господа и дамы, это работает, работает очень хорошо. На примере тех страниц, которые перед вами, мы сейчас разберем, почему. Итак, как вы видите, если посмотреть на страницу с автомобилем, у нее самым-самым, наверное, привлекательным элементом на всей странице являются 3 точки. Это сама машина, этапы работы, 1, 2, 3, и зеленая кнопка «Получить кредит». Так вот, на целевой странице есть 3 главных элемента. Это оффер, заголовок, это сама лид-форма, то есть это поля для заполнения, те поля, которые может заполнить ваш потенциальный покупатель, ее заголовок, это лид-формы, и есть еще call-to-action элемент, призыв к действию, сама кнопка. Все это составляет некую такую совокупность, которая позволяет либо увеличить конверсию, либо умереть конверсию. Все эти элементы тестируются и оптимизируются. Но об этом, наверное, в следующем мастер-классе. Давайте об основах. Любая целевая страница должна подразумевать релевантный заголовок, то есть подходящий вашему трафику. Если вы, буквально недавний пример, допустим, хотите получить какой-то госзаказ и наткнулись на рекламу какую-то, допустим, контекстную, помогаем получить госзаказы. Кликайте на страницу и попадаете на страницу, кликайте на объявление и попадаете на страницу с заголовком «Подводные камни госзаказа», но это, наверное, вам ни о чем не говорит. Если бы вы попали на страницу и искали, допустим, кредит, авто в кредит более конкретно, и попадаете на страницу, которая перед вами, купить автомобиль в кредит легко, скорее всего, совпадают ваши ожидания с реальностью, которую вы получаете. Это первый принцип, который, наверное, управляет, в принципе, маркетингом в целом. Это точность предоставляемой информации на основе таргетирования вашей аудитории. Вот так вот умненько получилось, сейчас расшифрую. Вы должны наиболее точно в первом скрине, с первого взгляда дать информацию очень точную, которая соответствует запросу вашего клиента. Если он кликнул на объявление в контекстной рекламе «Помогаем оформить кредит на автомобиле», то, попав на страницу или попав на ваш сайт, он должен увидеть именно ту информацию, которую он видел только что. То есть, преклик-маркетинг и постклик-маркетинг должны совместиться, они должны быть единым целым, не должно быть разрыва. Давайте дальше по этой страничке с автомобилем. Что мы видим дальше? Мы видим, кроме заголовка, «Купить автомобиль в кредит легко». Мы зацепили, отлично, юзер с нами, он сразу не ушел, он нашел то, что он искал. Видим красивую машину, хедер вверх страницы. Насколько это важно? Принципиально. Это иллюстрация товара или услуги, которые вы продаете. Это эмоция, которую вы даете. Сначала мы ответили логике, что ты попал туда, куда надо. Все хорошо, ты искал, ты нашел. Теперь нам нужно работать с другим полушарием мозга. Теперь нам нужно дать эмоции. Он зашел к нам, грубо говоря, в магазин, да, и теперь нам нужно на эмоциях сыграть. Правильно, чтобы он оставил нам заявку. Мы видим красивую-красивую машинку. Действительно, глянцевая. И тот дизайн, который в странице сделал, он также остается в стиле, глянца остается в стиле такого всего блестящего, приятного, что цепляет взгляд. Мы поработали с эмоцией, дальше нам нужно снова переключиться на логику. А что же будет после того, как я оставлю заявку? Или что будет дальше? Я вот здесь на странице, что будет? Есть этапы работы. Мы человеку объясняем, что сначала будет один, потом будет два, потом будет три. И когда настанет три, тебе будет хорошо. Мы делаем некую трансляцию его будущего. Мы говорим, как оно будет, если ты оставляешь заявку. Даже не говорим, если ты оставляешь заявку. Мы говорим, ты сначала оставляешь заявку, мы делаем расчет, перезваниваем тебе, сообщаем информацию и помогаем оформить кредит. Нет проблем. Почему нет? Для меня это очень выгодное приложение, потому что я не хочу тратить время на поиск, не хочу тратить время на выяснение условий, я не хочу тратить время на мониторинг. Зачем? Я пришел, за меня это сделают, как утверждают на странице. Это приятно и это удобно. Мне подберут наиболее выгодную комплектацию моего запроса. И это основополагающая, наверное, стратегия целевой страницы. Мы потихонечку к этому добрались. Целевая страница чаще всего не продает товар или услугу напрямую. Целевая страница продает возможность получить консультацию, расчет или подбор комплектации товара или услуги. Это очень важно, потому что многие пытаются продавать товары в лоб, и это у них не получается. Однако, сделаю маленькую поправку, если вы продаете товар, средний чек которого не превышает сумму, с которой ваш среднестатистический клиент готов расстаться ежесекундно, в ту же секунду, тогда это хорошо. Если, грубо говоря, если ваша целевая аудитория студенты, у которых в распоряжении в течение месяца до 30 тысяч рублей, и вы продаете ему чехол для телефона, который стоит 1000, это соизмеримая цена, которую он может отдать здесь сейчас. Почему нет? Если вы ему предлагаете здесь сейчас купить товар за 7,5-10 тысяч рублей, он об этом будет думать, потому что это бьет его бюджет немножко сильнее, чем он хотел бы, наверное. Поэтому давайте еще раз повторим и закрепим. Целевая страница должна продавать либо подбор, либо расчет, либо возможность получить консультацию или подбор комплектации, как я уже сказал. Если мы посмотрим на другую страницу справа, которая продает нам возможность получить оптовые цены, страница выполнена, ну, как мне кажется, для меда в идеальном варианте практически, конечно, есть другие вариации, их очень много. Но здесь заголовок четко сообщает, и, скорее всего, контекстная реклама, даже не скорее всего, но рекомендацию мы обязательно даем, как ее настраивать, настроена в этом же ключе. Натуральный мед по оптовым ценам с доставкой. Три булиц, три пули, три четких преимущества, выражающие ваш товар. Мед натуральный, отлично. По оптовым ценам здорово и, собственно, с доставкой по всей России. То, что мне нужно. Оставьте заявку и получите прайс-лист и бесплатную консультацию. Каким образом мы можем доставить? Скажем так, данная стратегия с медом, она не вызывает дикого сердцебиения, она не вызывает восторга. Но это та стратегия, которая будет работать в любом случае. В любом случае, если вы сделаете сайт по тематике оптовой закупки меда, будете гнать туда трафик, и в вашем сайте будет раздел о нас, наши партнеры, наши-наши, наши-не наши, мы на корпоративе, мы там-то, а вот наши цены, а вот еще какие-то фотки, галерея, а вот видеогалерея, а вот наши контакты. Итак, 17 тысяч вкладок, 17 тысяч конверсионных действий, любой клик – это конверсионное действие, и если он был сделан, вы должны были понять, почему он был сделан, и вы должны были выстроить плацдарм для того, чтобы этот клик сделан был потому, что вы так хотели, а не потому, что юзер так хотел. Юзеру должно быть удобно, вы должны понимать, как ему удобно, а если он гуляет по вашему сайту 5 минут, не может найти телефон, кому можно позвонить прямо сейчас. О, да, конечно, сейчас все стали на главной писать страницу, и спасибо бизнес-молодости использовать триггер, заказать обратный звонок. Но насколько это хорошо работает, непонятно. Поймите, целевая страница по дизайну – это вторая ее часть. По дизайну он, во-первых, коммуникативный, во-вторых, весь дизайн сводится к сетей элементу, к call-to-action элементу, кнопке, к лид-форме и кнопке. Видите стрелку в одном случае и в другом случае. Стрелки работают очень хорошо, потому что вы должны взять внимание человека с первой секунды, как он появился на вашей странице, и провести его по алгоритму, который вы придумали. Придумал ваш дизайнер или, не знаю, наш дизайнер, дизайнер какой-то другой студии. Неважно. Весь дизайн должен быть настроен на то, чтобы в конце просмотра страницы, либо в ее середине, либо на нескольких этапах вы имели возможность взять его контакты. Весь дизайн должен указывать именно на это. Это то, из чего страница целевая состоит. Об этом мы еще поговорим в следующем мастер-классе более подробно. Мы разберем некую анатомию. А сейчас давайте посмотрим, какие стратегии можно использовать для того, чтобы получать клиентов через, собственно, целевую страницу, с помощью целевой страницы. Как я уже говорил в прошлом мастер-классе, это можно делать с помощью, используя баннер на вашем основном сайте, ввести трафик именно с основного сайта и переводить его на целевую страницу. Весь баунс трафик, весь отказной трафик, который у вас бы не купил, с помощью баннера, который привлекает его внимание, ну, допустим, баннер на суперскидку какую-то или промо-акцию, вы ведете его на целевую страницу, где описана промо-акция, что он может получить ее и что ему для этого нужно сделать. Оставить свои контактные данные, и тогда вы перезвоните ему и сообщите ему промо-код. Или оставьте ваш e-mail, чтобы получить промо-код. Да, так делает Лямода, так делает Озон, много кто так делает, и это работает. Это для вас не секрет. Дальше отправляется, собственно, e-mail вашего покупателя в целевую рассылку, где ему постоянно сообщаются о периодических скидках, которые происходят. Вот, допустим, отличный пример с Лямодой, я им просто аплодирую стоя. Да, ребята, конечно, пытаются повторить опыт запуском, но все-таки делают это довольно-таки успешно и хорошо, и качественно, главное. Либо, если ваш юзер, возвращаемся к нашей целевой странице, оставляет не только e-mail, но и телефон, вы имеете возможность отправить его в ваш отдел продаж, если таковое имеется, либо в колл-центр, если тоже, конечно же, такое имеется, но, скорее всего, у вас его нет. Ну, и поэтому сажаете определенную, не одаренную интеллектом барышню или молодого человека и даете ему определенный алгоритм звонка, где он просто сообщает информацию, которую необходимо сообщить. Это еще один плюс входящего маркетинга, входящего потока клиентов. Там должна происходить не столько продажа практически, сколько сбыт. Потому что входящая заявка – это открытое желание того, что я хочу у вас что-то купить. Все, что нужно сделать, это его не спугнуть. Хотя, не спорю, бывает такое, что возникает куча возражений во время продажи по телефону, даже с входящего лида. Самый классический вариант, который используется, наверное, в Рунете в 95% случаев – это конвертация именно контекстной рекламы, ну и медийной, тизерной и ежесними, с помощью целевой страницы. Вы пишете рекламную кампанию в Яндекс.Директе, в Google AdWords, абсолютно неважно, где это будет происходить, даете, собственно, рекламу, люди кликают на нее, попадают на вашу целевую страницу, оставляют заявку. Это, в общем, та классика, которую я описал на примере меда или автокредитов. Что здесь нужно точно понимать? Здесь нужно точно понимать, что есть такое понятие ROI. Да, ROI, если уж совсем по-русски. Вам нужно обязательно здесь отслеживать эффективность вашего трафика и эффективность вашей целевой страницы. Ну и, естественно, третий этап – это уже телемаркетинг, насколько хорошо продает ваш отдел продаж. Потому что здесь уже определенный конвейер выстраивается, получение все более-более-более большого количества лидов, и, соответственно, нужно оттачивать качество их обработки. Об этом тоже мы поговорим, но немножечко позже в других мастер-классах. Конвертация целевых рассылок или имейл-маркетинг. Да, это, в принципе, знакомая вам штука, знакомая, скорее всего, может быть, понаслышке, может, кто-то занимался этим. Вы можете пойти на subscribe.ru, купить там определенную базу имейлов, пустить по ним определенное письмо, и после клика на это письмо открыли его люди. Там есть какой-то оффер, есть какая-то ссылка, человек кликает на ссылочку, попадает на вашу целевую страницу. После чего вы можете эту базу отбелить, субсегментировать, либо сразу на этой целевой странице предлагать ему что-то купить. Есть, собственно, два варианта. Вы можете пустить его дальше еще в один цикл рассылок, либо можете сразу перевести его в колл-центр и постараться ему что-то продать. Если он, конечно, изъявил на это желание. Это основные стратегии, которые помогают получить клиента с помощью целевой страницы. Основные, наверное, по той причине, что, в принципе, других алгоритмов придумать довольно-таки сложно, потому что, в принципе, меняется только источник трафика. Сам же путь, который вы выстраиваете, может быть абсолютно любым. Есть, допустим, тот путь, который используем мы. Есть путь тот, который используют другие какие-то крупные компании. Когда идет сначала подписка на какой-то бесплатный продукт. Потом, после прочтения этого бесплатного продукта, есть кнопка «Получить другой материал». То есть можно выстроить множество, множество, множество шагов и касаний, после чего происходит конвертация уже в продажу. Но скажу вам одно. Если это малый или средний бизнес, скорее всего, это стратегия очень длинного цикла сделки. Вам абсолютно не нужна. Все, что вам нужно, это взять деньги с тех, кто уже готов их вам отдать. Если человек хочет есть, не нужно объяснять ему, насколько еда – это вкусно, насколько еда – это полезно. Я есть хочу, поесть мне дайте, он вам говорит. Хорошо, вот целевая страница, оставляй свои данные, мы дадим тебе все, что тебе необходимо. Надеюсь, эти стратегии для вас были понятны. Опять-таки повторюсь, основная, которую вы можете использовать наиболее эффективно для быстрого результата – это использование контекстной рекламы, которую вы можете конвертировать на целевой странице. На этом наш второй мастер-класс потихонечку закончился. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на SEO.pult.tv. Субтитры подогнал «Симон»